Дружба Новошахтинского драматического театра и Чеховского клуба «Классика» гимназия номер 118 города Ростова-на-Дону длится уже несколько лет. Этот уникальный коллектив состоит из учащихся выпускников, а также друзей гимназии. Руководит им преподаватель русского языка и литературы Наталья Николаевна Зубкова. Как по мне, это уникальный человек. Она всегда работает с нами как с профессионалами. Хоть мы и являемся любительским театром, она всегда с нами работает, как будто мы актеры высшего класса. И у нас на репетициях всегда очень дружеская семейная атмосфера. Наталья Николаевна всегда от нас требует, чтобы мы проживали нашу роль. Все ребята, они в каком-то спектакле играют, а в каком-то спектакле они ведут музыку. Вот они звукооператоры, они же администраторы, вот их можно встретить в фойе сейчас с программками. Они же костюмеры, они же реквизиторы. То есть это такой настоящий театр, в котором есть все должности. Театральный коллектив «Классика» приехал в Новошахте с гастролями на четыре дня. За это время будет показано пять спектаклей. Эти гастроли, как и все встречи наши с этим коллективом, они посвящены нашему близкому другу Данилу Мотренко. Это уникальный человек, он чемпион по картингу. Сам Даня, он увлекался театром, играл в театре, был очень таким интересным, успешным человеком. Он очень поддерживал наш театр и его физически сейчас с нами нет, но мы уверены, что он с нами. Также сегодня мы открываем выставку, которая называется «Связующая нить». Это выставка художественной вышивки Евдокии Александровны Недвига. Это бабушка Данила. И вот здесь представлены, собственно, ее работы. Это не только вышивка, это также вязаные модели. Первый день гастроли открывает спектакль «Предложение», который впервые показан на сцене Новошахтинского театра. Вы понимаете, мне недорогая земля, мне дорог принцип, понимаете? Именно принцип. Ну, я же не согласен, я не согласен, что я обычный человек. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Репертуар Чеховского клуба «Классика» в основном состоит из классических произведений. Его выбирает руководитель. Но Наталья Николаевна советуется с ребятами и учитывает их мнения и пожелания. Персонажи, с которыми сталкиваются артисты, несомненно влияют на характер молодых дарований. Все герои, они дают толчок к развитию каких-то новых качеств. И все это пригождается, конечно же. После того, как ты сыграл, ты отходишь от роли, очень долго еще разговариваешь, как свой персонаж. Самое сложное – это поймать вот этот образ, который требует режиссер, который требует сам сценарий, пьеса. Поймать образ очень сложно. Но всегда с ходом репетиций это приходит само. У жителей и гостей города есть уникальная возможность соприкоснуться с творчеством молодых актеров. Их ждут в театре приятные сюрпризы. Будет показано 14 числа. Это спектакль «Тень. Новая версия», в котором будут играть профессиональные артисты. Это артисты нашего театра и артисты музыкального ростовского театра. Завершатся гастроли творческой встречи состава театра и зрителей. Продолжение следует...